А вот это вот третья часть лучших анекдотов Романа Трахтенберга. Поверьте мне на слово, именно третья часть нам давалась сложнее всего. На каком-то определенном этапе развития анекдотов в голове роится такое огромное количество, что все они путаются, сбиваются, поэтому на эту третью часть ушло три года моей жизни. Я имею в виду на запись этой третьей части. Надеюсь, вам будет смешно. Звонок к новому русскому. Он снимает трубку и говорит, так какой кредит нужен? 500 тысяч долларов? Нет, я не могу так дать. Ну, конечно, я понимаю, там дом, хорошо, возьмем дом в залог, квартиру в залог, бриллианты, бриллианты возьмем, две машины, землю возьмем, да. Ладно, если что, звони маме. Стоит пидор с мопедом на обочине дороги, едет мимо 600 Мерседесом, тормозит, Мерседес останавливается, задает назад, подходит к этому пидору и говорит, ну чего, блин, толкнем твое говно, а потом мы мопед починим. Сидят как-то три пидораса и обсуждают, кто кем хочет стать. Один говорит, я, говорит, хочу стать футболистом. Ну, говорит, почему? Ну, говорит, вот посмотрите, я вот футболист, нападающий, обвожу одного, второго, третьего, выхожу один на один с вратарем, бью поворотом и мимо. И весь стадион кричит, пидорас, пидорас, а я так люблю славу. Второй говорит, а я бы хотел стать машиной скорой помощи. Говорит, нахуя? Ну, представляешь, тебе в жопу суют целого мужика, а ты едешь по всему городу и кричишь, вау, вау, вау. Встречаются два мужика, один говорит, слушай, какие чудеса происходят. Вот ты знаешь, что под тобой живет профессор старенький, так он пидорас. Так, да ты что, бля, пять лет его ебу, и только узнал, что он профессор, бля. Два мужика пьют водку, один говорит, слушай, Васька, ты когда-нибудь пидораса ебал? Он говорит, нет, но как ты ебал мужика, который ебал пидораса? Встречаются два мужика, один говорит, что у тебя спина-то вся расцарапана? Он говорит, бля, ебал тут на днях, пидорас, только он мне всю спину, бля, расцарапан. Два пидораса ебутся, один говорит, давай я на тебя насру. Он говорит, давай, лег. Он говорит, не могу. Он говорит, бля, ты меня не любишь, ты меня не любишь. Проводница возвращается из рейса, ложится в постель, к ней муж. Говорит, давай, давай, дорогая. Она говорит, подожди, подожди, вот тронемся тогда. Жена стоит около зеркала, смотрится, совершенно голая стоит, и говорит мужу, я вчера была у врача, он сказал, что у меня грудь, как у двадцатилетней девушки. Муж спрашивает, а про пятидесятилетнюю жопу он ничего не говорит? Жена говорит, не, про тебя разговор даже не заходи. Жена спрашивает у мужа, как мне лучше, с лифчиком или без лифчика? Он говорит, конечно, без лифчика, у тебя даже морщины с лица куда-то ушли. Учительница 1 сентября приходит в класс и собирает сочинение на тему, как я провел лето. Дети дают сочинение, через три часа она их проверила, приходит в класс, и прямо из дверей зовет Вовочку к доске. Говорит, Вовочка, вот твое сочинение, пожалуйста, зачитай его вслух. Тот читает, встал в 6 часов утра, вытер хуй, позавтракал, вытер хуй, почитал книжку, вытер хуй, погулял, вытер хуй, пообедал, вытер хуй. Она говорит, Вовочка, хватит. Скажи, пожалуйста, а почему ты его все время вытираешь? Ты что, чем-то болен? Он говорит, да нет, Марья Ивановна, просто у нас папа гаишник, и на дверях все время какая-то сволочь пишет хуй. Поймал грузино-россиянин золотую рыбку. Она говорит, дай три желания, отпускай меня. Он говорит, погоди, дай подумать. Она говорит, быстрее, блин, я же без воды-то не могу. Он говорит, погоди, не торопись. Ну, например, сделай мне, чтобы у меня был язык мясистый. Очень удивилась золотая рыбка. Сделала ему мясистый язык. Язык огромный, во рту не помещается. Тот говорит, сделай мне, чтобы у меня уши были мясистые. Она хуяк сделала? Уши большие, мясистые. Говорит, отпускай меня. Он говорит, погоди, не торопись. Сделай, чтобы у меня был нос мясистый. Она ему сделала огромный такой мясистый нос. Он ее отпустил, она уплыла, плавает целый день. Думает, блядь, нахуя он попросил себе мясистый нос, уши, язык? Блядь, никак не может понять. Приплывает снова к берегу и говорит, эй, иди сюда. Он говорит, что надо? Она говорит, ну нахуя ты попросил себе мясистый язык, мясистые уши, мясистый нос? Он говорит, а что? Она говорит, ну надо было как все. Попросить там денег, дом, не знаю, жену красавицу. Он говорит, а что, можно было? Налоговый инспектор беседует с новым русским. И говорит, скажите, пожалуйста, откуда у вас такой замечательный особняк? Он говорит, ну представляете, я поехал с друзьями на рыбалку, поймал золотую рыбку. Она говорит, что ты хочешь? Одно желание, говорит, исполнил. Он говорит, хочу особняк. Налоговый инспектор говорит, вы что, блядь, ебнули что ли? Он говорит, ты что, парень, мне не веришь, что ли? Поедем особняк покажу. Мужик рассказывает, пошел я в лес на охоту, потерял ружье, ищу ружье, смотрю, сидит лягушка, в лапах держит ружье. Чего говорю, ебнули, мать, отдай, лягушка, ружье. Лягушка не отдает и говорит, понимаешь, я заколдованный принц, нужно меня, значит, поцеловать, и я превращусь в человека. Вот. И здесь граждане судья. Вот вы не поверьте, я его поцеловал, а он превращается в 12-летнего мальчика. Девочка, да, он поймал золотую рыбку. Держит ее в руках, рыбка говорит, хули смотришь, дура, кидай меня обратно. Даю, держит в руках. Говорит, блядь, я исполню желание, загадывай. Она говорит, ага. Отрывает один пловничок, говорит, лети, лети, лепесток, кверху и надо, на восток. Трое рыбаков поймали золотую рыбку. Она говорит, дайте, ребята, по желанию, не отпускайте меня. Один говорит, блядь, хочу кружку пива. А хуяк сделал им кружку пива. Второй говорит, хочу, блядь, бочку пива. Сделала. Третий говорит, хочу, чтобы вот вся вода вокруг нас превратилась в пиво. Она говорит, сделано, он ее отпускает. И вдруг, блядь, один третьим подзатыльник, бамс. Он говорит, за что? Говорит, а куда ссать-то будем, в лодку, что ли? Поймали медведь с зайцем золотую рыбку. Она говорит, ребята, потри желание и отпускайте. Она говорит, базара нет. Медведь говорит, хочу, чтобы в нашем лесу все медведи превратились в медведицы. Она говорит, сделано. Заяц говорит, хочу Харли Дэвидсон. Сделала. Медведь говорит, хочу, чтобы во всех окрестных лесах все медведи тоже превратились в медведицы. Она сделала. Заяц говорит, хочу мотоциклетный шлем. Медведь говорит, хочу, чтобы во всем мире, во всех лесах все медведи превратились в медведицы. Она говорит, сделано. Заяц садится на мотоцикл, заводит его. И говорит, хочу, чтобы Мишка стал пидорасом. Поймал зоофил золотую рыбку Она говорит, давай три желания Он говорит, блядь, желание у меня одно Но исполнять его будешь три раза Василий Иванович пошел на рыбалку Поймал золотую рыбку А рыбка говорит, давай три желания исполните Он говорит, ну давай, значит так Во-первых, чтобы меня шашка не рубила Она говорит, сделана Говорит, ну во-вторых, чтобы пули не брала Сделала Говорит, а третье желание Он говорит, ну сделала мне рыбка Хуй Как он у того коня на бугре Она говорит, сделана Он приходит в казарму, зовет Петька Говорит, Петька, руби меня шашкой Хуяк, хуяк, шашка отскакивает Говорит, стреляй в меня Говорит, Василий Иванович, стреляй Кто-то с маузера Хуяк, с пули отскакивает Василий Иванович, растягиваешь штаны И говорит, ну, каково Говорит, ну и пиздище же у вас, Василий Иванович. Поручик Ржевский сидит с Наташей Ростовой на лавочке. Она говорит, поручик, посмотрите, какое прекрасное звездное небо. Он говорит, знаете, Наташа, просто не хочется. Старый еврейка Рива купил себе на базаре говорящего попугайчика. Приносит клетку домой, снимает с клетки тряпочку. Попугачик говорит, здравствуйте, меня зовут Сарочка, я очень, очень хочу ебаться. Рива в ужасе накрывает клетку тряпкой, бегом кровью, говорит, рэби, так и так, неприличная птичка попалась. Он говорит, покажи. Она снимает с клетки тряпочку, попугачик говорит, здравствуйте, меня зовут Сарочка, я очень, очень хочу ебаться. Он накрывает клетку тряпкой и говорит, вот тебе Рива адрес, там живет одна богобоязненная семья, там есть два набожных попугайчика. Они молятся с утра до ночи и с ночи до утра. Неси свою птичку туда, быть может они научат ее хорошим манерам. Рива бежит по указанному адресу, снимает с клетки тряпочку, попугачик говорит, здравствуйте, меня зовут Сарочка, я очень, очень хочу ебаться. В клетке напротив два попугая, один другого крылом толкает в бок и говорит, ну что, Абхаша, наконец-таки Господь Бог услышал нашу молитву. Одна нажористая семья из Биробиджана заказала из Иерусалима раввина, чтобы он сделал обрезание их малолетнему младенцу. Тот приехал, сделал свое дело, ему поселили в лучшей комнате дома, в самом центре. Ночью раввину приспичило посрать. Он думает, что делать-то, окна закрыты, через дверь пойду, всех разбужу. Смотрит, стоит катка, из катки торчит пальма. Он пальму вытащил, туда насрал и пальму обратно поставил. Уехал к себе на родину, через два месяца его замучила совесть, он пишет им письмо. Вот так и так, вы ко мне отнеслись как к родному, а я у вас в квартире насрал. И в России приходит срочная телеграмма. Скажи, скотина, точно куда насрал? Третью квартиру меняем, все равно воняет. Винни-Бог приходит к пятачку и говорит, пятачок, короче, назрела тема дня, я тут нашел дуб, там живут пчелы. Эти пчелы делают мед. Значит, алгоритм наших действий следующий. Ты залезаешь в дупло, шумишь, все пчелы бросаются на тебя, ты от них бежишь за бугор, там есть озеро, ты скрываешься в озере, пчелы улетают, ты возвращаешься, мы жрем на пару мед. Пятачок говорит, хорошо. Залезает в дупло, все пчелы за ним улетают, он убегает за бугор. Винни-Пух залез в дупло, обожрался медом, ему хуёво, он, бля, еле спустился, лежит под деревом, бля, плохо ему. Вот тут прибегает пятачок, бля, весь покусанный, у него, нахуй, глаза заплыли, блядь, пятачок, нахуй, стал уже как рубль, блядь. Он говорит, Винни, Винни, ты меня наебал, там за бугром нет озера. Он говорит, уйди, свинья, не видишь мне хуёво. Чебурашко просчитал в газете объявление, что одна фирма покупает кожу различных сортов для кож-галантереи. Он звонит в дверь к Гене, он говорит, кто там, кто там, кто там. Открывай, блядь, дверь, чемодан ебучий. Василий Иванович приходит к Фурману и говорит, Фурманов, а ты же у нас учёная голова. Расскажи мне, пожалуйста, что такое логика? Он говорит, Василий Иванович, смотри в окно. Видишь, два человека. Один грязный, другой чистый. Какой из них идёт в баню? Кто говорит, чистый? Говорит, неверно. В баню идёт грязный. Он потому и в баню идёт, потому что грязный, хочет вымыться. Понял? Он говорит, понял. Вот это, говорит, называется логика. Он говорит, хорошо, Фурманов, а что такое диалектика? Смотри, говорит, Василий Иванович, два человека на улице. Один чистый, другой грязный. Какой идёт в баню? Кто говорит, грязный. Он говорит, нет. В баню идёт чистый. Он потому и чистый, что ходит в баню. Понял? Кто говорит, понял. Вот это называется диалектика. Он говорит, хорошо. А что такое философия? Смотри, Василий Иванович, видишь, два человека, грязный и чистый. Какой из них идёт в баню? Кто говорит, хуй его знает. Вот это и называется философия. Василий Иванович собирается в город поступать в военную академию с чемоданом с огромным. Петька его провожает, тащит этот чемодан. Говорит, Василий Иванович, ты что, кирпичи туда наложил? Он говорит, не, Петька, там карты. Он говорит, нахуй, какие карты? Он говорит, ну карты, ёпта, я же еду в академию. Он говорит, да блин, не могут карты столько весить. Он говорит, ну смотри, открывай чемодан, там картошка. Он говорит, смотри, вот здесь красные, вот здесь белки. Мужик прибегает в винный отдел и говорит, мне, пожалуйста, 300 грамм портвейна. Он говорит, молодой человек, ну что, мы в разлив не продаем. Он говорит, а мне не в разлив, мне в Шушенское. Ленин проводит предвыборную агитацию. Говорит, господа, если я пойду к власти, я гарантирую вам 8-часовой рабочий день. Все кричат, ура, ура. Он говорит, если мы начнем работать по-новому, я вам гарантирую 6-дневную рабочую неделю. Все кричат, ура, ура. Он говорит, если мы освоим новые технологии, я гарантирую вам 5-дневную рабочую неделю. Все кричат, ура, ура. Он говорит, смотри на вас, мужички, и вижу, нихуя вы работать не хотите. закончились опыты по клонированию человека планировали сталина и вот к нему коммунисты пришли и говорит более осушен порядок стране восстанавливать он говорит хорошо значит на повестке дня тогда два вопроса во-первых нужно расстрелять всех коммунистов а во-вторых перекрасить мавзолей в зеленый цвет нахуя мавзолей в зеленый цвет перекрашивать я очень рад что первый пункт не вызвал никаких возражений выставочном зале в застойные времена выставлена картина вот идет экскурсовод экскурсию подводит и вот картина которая называется ленин в польше все смотрят на картине изображена палатка и там четыре пятки торчат он будет вот это ноги в песен мундыча вот это ноги надежды константиновны а ленин где господа ленин в польше на балум бегает мальчик всем мешается у всех под ногами вертится кричит что-то спотыкается падает жесткий подошел к мальчику шепнул пару слов на ухо мальчик свалил и большего до конца вечера никто не видел отец мальчика полковник подзывает к себе поручика и говорит поручик вы знаете вас погибает в великий педагог что вы сказали на ухо моему сыну это хуйню просто научил его анонизму пьер без ухо заходит в комнату видит такую картину стоит посередине комнаты стол вокруг стоят гусары вытащили хуи выложили их на стол в углу стоит связанной поручик ржевский в другом углу связанная наташа ростова угла что здесь происходит господа поэтому играем в интересную игру мы вытащили хуи иначе быстрее муха сядет тот и будет ебать наташу ростову а он это почему поручик связанный в углу а он шулер он хуй говном намазан сидят корнеты и беседуют о бабах один год я тут ебал двадцатилетнюю второго это хуйня я вот пятнадцатилетнюю ебался третий говорит а я двенадцатилетнюю заходит поручик ржевский говорит господа я трехлетку ебал как такое могло быть как вы могли ебать мы как мог распряг и вы брат с сестрой ебутся сестра говорит слушай с тобой лучше ебаться чем с отцом вы да мне мать уже об этом говорила у нового русского сломалась машина он стоит никак не может понять что же с ней приключиться останавливается какой-то очкарик и копался копался выйдет может секретка из то есть нету ну извини тогда я не знаю и выехал через полчаса становится другой очкарик тоже поковырялся машине этого слушал не знаю вроде все порядке может секрет какой есть многоона нету никакого секретов туда уезжает через полчаса останавливается еще один очкак ковыряется 2 часа горит служа но все в порядке, не знаю, что она у тебя заглохла. Может, секрет какой есть? Он говорит, да, блядь, нет у меня никакого секрета. Кто-то уезжает, новый русский стоит, чешет репу, говорит, ну, есть у меня секрет. Тещу я ебу. А ну, к машине-то это какое отношение иметь? Приходят в квартиру муж с любовником, ебутся по-разному, там, по-всякому, и в рот, и в жопу. Тут звонок, они хуяхтся в шкаф. Заходит жена со своей подругой и тоже там наяривают. Опять звонок. Они тоже раз в шкаф. Заходит дочь с парнем с Адамаза, вся в заклепках, в руке плетка. Вдруг звонок, они тоже в шкаф. Заходит старший сын с бабой. И начинают совершенно заниматься традиционным сексом. Эти сидят в шкафу и говорят, блядь, извращенцы. В купе поезда дальнего следования едут двое, мужчина и женщина. Женщина рыдает. Мужчина пытается ее утешить и говорит, что вы плачете, дорогушенька. Она говорит, вы понимаете, я очень люблю сексуальные эксперименты. Муж меня за это из дома выгнал. Он говорит, да не плачьте. Я только что жену выгнал по этой же самой причине. Я любитель экзотики, а она нет. Женщина говорит, вот мой адрес, будете рядышком, обязательно посидите мою квартиру. Он говорит, хорошо. Проходит три дня, мужчина приходит к ней в гости. Она обрадовалась, говорит, посидите здесь, я пойду приготовлюсь. Уходит в другую комнату, через 15 минут возвращается вся в коже, в заклепках, в руках, плетка. Мужик собирается уходить. Она говорит, вы куда? Он говорит, ну, сумочку я вам насрал, собаку вашу выебал, что ты на счету делаешь? Женщина заходит в секс-шоп, долго мнется, что-то не знает, краснеет, бледнеет. Потом говорит, ну ладно, я, пожалуй, возьму третьих чудных фалоимитатор. Вот тот черненький, вот тот желтенький, и вот этот замечательный красненький. Продавец говорит, ну, по поводу черного и желтого, пожалуйста. А по поводу огнетушителя я должен посоветоваться с хозяином. Мужик приходит в секс-шоп и говорит, так, я хотел бы аннулировать нашу сделку, пожалуйста, верните мне деньги за товар. Ему говорит, почему? Вот вы купили чудную резиновую женщину. Блядь, вот и я думал, что женщина, а там надувной мужик. Вот, ёпта мать, да вы его просто вывернули не на ту сторону. Женщина стоит около прилавка в секс-шопе, очень долго мнется. Потом говорит, извините, пожалуйста, можно посмотреть вот тут чудный фалоимитатор? Я говорю, пожалуйста. Она ещё стоит минут пять, мнётся. И говорит, скажите, а где у вас здесь примерочные? Молодые возвращаются домой с прогулки, заходят на кухню, видят там сидит тёща на кастрюле с борщом и ссыт туда. Он говорит, мама, что вы делаете? Она так спрыгивает с плиты, подтягивает трусы и говорит, злые вы всё-таки. Уйду я от вас. Зять сидит в комнате на диване, заходит тёща с метлой. Он говорит, мама, вы убираться или полетите куда? Из ЗАГСа выходят пары, и стоит корреспондент, он ожидает тысячную пару, чтобы взять у неё интервью, и все выходят нормально, и вдруг выходит такая огромная бабища, с ней маленький плюговый очкастый мужичок. Он говорит, ну скажите, пожалуйста, это что, любовь? Она говорит, нет. Просто я знаю, что, мужики, говно, я выбрал себе кучку поменьше. Да, как ни жаль было малышу Карлсона, но папе нужен был новый лодочный мотор. Кстати, злые языки утверждают, что когда Карлсон застрял в форточке, так появился первый кондиционер. Студент сдаёт экзамен по анатомии, профессор ему показывает скелет, и говорит, ну расскажите, что вы можете рассказать об этом скелете? Он говорит, ну вот это черепная коробка, здесь был мозг, вот это грудная клетка, значит, под ним было сердце, внутренние органы. Вроде всё. Тот говорит, ну вот, а тазовые кости? Ну, говорит, вот здесь раньше был член, не был, а бывал молодой человек. Это скелет женщины. Старенький студент ведёт лекцию по анатомии, и говорит, кто ответит мне, сколько у мужчинок при половом акте выделяется спермы? Женский голод, полный рот. Он говорит, ну что вы, я хотел бы в более каких-то точных единицах. Три глотка. Идёт экзамен по сексологии в выпускном классе общеобразовательной школы. Учитель говорит, ребята, ну кто знает, сколько поз бывает половых сношений задней парты? 99, 99. Он поднимает девочку и говорит, сколько вы знаете поз? Она говорит, я знаю 10. Говорит, ну как я, она перечисляет, а задней парте? 99, 99. Поднимает мальчика, говорит, вы сколько знаете поз? Он говорит, ну, наверное, 30. Задней парте? 99, 99. Он поднимает ещё какую-то девочку и говорит сколько вы знаете поз одну ну какую женщина лежит на спине мужчина лежит на ней задние парты 100 военно-грузинская дорога едет новый русский на 600 мерседесе смотрит стоит на краю обрыва маленькая девочка и плачет он ставит машину вылезает и говорит чё плачет она с папой мамы бабушка и дедушка возвращались с дачи папа не справился с управлением и машина упала в пропасть и осталась круглой сиротой но вы русский да не твой сегодня девочка день и расстегивает штаны сексуальный маньяк тащит за руку пятилетнюю девочку кругом темно ветер дует дождь льет впереди лес девочка дяденька чего-то мне страшно это ты прикинь девочка как мне одному то домой возвращаться три педофилов встречаются один говорит у меня была баба восемь лет в принципе такая ничего бодренькая но мне кажется на уже появились первые признаки старения дорога этот чё 8 лет старуха вот у меня пятилетняя было это я чувствовал что старовато 3 год ребята никак не могу понять о чем вы спорите если у женщины прорезали зубы вовочка подходит на перемене к маре ванне говорит маре ванна давайте я вас выебу . ты чё дурак шли я же учительница ну давай поучи меня вовочка на школьном балу приглашает маре ванну она говорит я не люблю детей он будет ничего маре ванна мы будем предохраняться открылся в городе герой ереване публичный дом для женщин ну женщина решила попробовать денег мало смотрит там разблюдовка вся там инженеры какие-то врачи артисты не есть только 10 долларов она говорит что я могу за 10 долларов и говорит ну вот есть нас один доктор технических наук его такой маленького полюгаренько в шлядка на раздевается так ебет и еле-еле она я буду жаловаться давайте хозяина приходит хозяин гочу надо она год были но это профнепригодный человек вы чего он даже 10 долларов не отработал дорогушенька а что вы хотели за 10 долларов не дальнобойщика же городе герой ереване открылся публичный дом для женщин пятиэтажный женщина поднимается на первый этаж там написано маленькие толстые на второй этаж там написано длинные и худые они на третий этаж то написано длинные и толстые они на четвертый этаж то написано длинные толстые кривые в пупырышках они на пятый этаж поднимается там табличка какого же хуя вам еще надо мужик приехал в нью-йорк не знает как ему провести вечер обращается к товарищам те говорят тут дальше есть один замечательный бордель там есть чудная девочка зовут нинель мы очень рекомендуем попробовать приходит туда мне нинель бы пожалуйста поднимается в комнату действительно такая симпатичная тетка он говорит нинель я хотел бы чтобы вы отсосали у меня 5 тысяч долларов выгодите ебанул но где такие центры видала 5 тысяч она кистине понравится эти деньги отдам обратно ну коль так давай дело дому просто потрясающе миньет он просто затащился блять на следующий день опять бежит туда играть нинель ему выводит нинель теперь я хотел бы вас выебать в жопу однако 10 тысяч долларов да ты ебанул бы вчера 5 миньет и жопа 10 не понравится верну деньги обратно могут ну давай засадил блять ему так понравилось просто восхищение на следующий день прибегает и говорит теперь бы я хотел вас спереди поиметь пойдем к окну показывает видишь сеть заправок вы да это все моё все заработало ртом то сказать мы термишь в отеле хилтон вся моя сеть по всему миру все это заработало жопой вот видишь манхэттен да вы да тоже был бы моим если бы у меня была пизда вместо хуя транссексуал после операции в больнице заходит в туалет растягивает штаны смотрят вниз и блять память-то девичьи у рубиновича спрашивают какая у вас самая большая беда он говорит вы понимаете я никак никак не могу определиться и получать удовольствие от жизни дело в том что я чай люблю сахаром в гостях я кладу 3 дома одну ложечку а люблю с двумя пираты захватили пассажирский лайнер и говорит так все бабы нахуй с корабля а морки вас бы им ебать баба говорит ну что что разве мужиков ебут мужики расстегив штаны еще как ебут были манька тетя манька вафлю хочешь не хочу почему а ты опять наебешь прошлый раз спросил хочу ли я счастье а выбыл в жопу парень снял девчонку всю ночь старался над ней как только мог с утра только забрежил свет он видит на стене огромных размеров фотографию мужчину с охуенными бицепсами переломанным носом ушами это кто муж она где нет не ссы нет у меня мужа кто любовник она где нет не любовник брат да они не брата да успокойся это я до операции значит прапорщик голожопенко идет через проходную с тачкой полный говна его ловит майор гучу спидел прапорщик он ведь ничего только ну ладно иди а следующий день идет о сайте подполковник голожопенко иди сюда чё спидел в годах ничего чего везешь там говно только ну ладно иди на следующий день его ловит генерал гордого жопенка иди сюда чё спидел да ничего не спидел ну чё везешь говно генерал засучивает рукава и начинает копаться в говне так сяк странно действительно говно езжай от выезжает за ворота тряхит говно кучу чё спидел чё спидел тачку спидел кстати ходят слухи что будет изменена форма у прапорщиков у них будет один погон железный чтобы удобнее мешки таскать и вместо одной портупея будет две чтобы брюхо не вываливалось верблюжонок обращается к своему папе как папа почему нас таким мозолистые вот копыта чтобы мы могли ходить по песку раскаленным понял понял папа а почему такие мозолистые губы это же сынок чтобы мы могли жрать верблюжью колючку понял понял папа зачем нам горбы чтобы мы могли две недели не пить понял понял мне одно только папа непонятно нахуя нам такой тюнинг саратовском зоопарке новый русский купил машину приводит друзей смотреть машина вся из золота перламутровые отражатели стекло кварцевая друзья может прокатимся он год не я на ней не езжу вы чё бережешь бензин очень много живет новый русский купился золотой телевизор друзья собираются как на включи да посмотрим это не ребята этот телевизор не для того чтобы показывать а для того чтобы на него смотреть новый русский пригласил к себе друзей на новоселье те гуляют смотрят в руку видит рельсы такое далеко нахуй были большая квартира далеко ходить между комнатами я трамвай провел и могут эти помогает да не все равно когда в туалет хочется все равно приходится такси ловить приходит мужик устраивается в колхоз пиздец коммунизма хозяин говорит болит аж умеете делать я понимаю языки животных да ладно будет точно это мы пойдем проверим заходит в коровник коровом директор учета сказала она сказала что он из нее дует каждый день по 12 литров молока а вам дают только 6 остальное разбавляют водой нихуя сюда ярком пизды дали пошли в свинарник свинья лежит такая ученая говорит она что опросилась шестью поросятами двух спиздил сторож дали пизды сторожа пошли обмывать так сказать прием на работу подходит к домику директора там козочка такая рядом дом директор да не верь ты это был один раз да и то по 5 уезжая в командировку муж а для того чтобы жена ему не изменяла изобрел ей робота назвал его боря и говорит на жена как захочешь траха скажи боря давай поняла на были поняла только муж за порог она разделся буря давай тот на нее напрыгнул и ебет ее блять во все щели и заебал ее уже а не знает как отключить стучится в стенку галя так и чё ебаться хочешь хочу скажи боря давай она боря давай боря хуякс и ебет уже болеть соседку муж доезжает до аэропорта и вспоминает что забыл сказать жене как отключается робот он ловит тачку вы свободен потому свободе куда ехать на черную речку не гад на черную речку не поеду там боря жена будет мужем вставай скотина ты обосрался дорогая мне приснился страшный сон я иду по парапету четырнадцатого этажа вдруг срываюсь и лечу и лечу жена бля я наверно умерла со страху вот видишь а я же мужчина просто обосрался мужик срывается четырнадцатого этажа летит вниз где-то на десятом его хватает рука и в рот возьмешь угод нет рука отпускает он летит дальше на седьмом этаже его другая рука хуякс жопу дашь выдашь что вы рука отпускает он летит на четвертом тоже хватает рука он кричит и в жопу дам и в рот возьму голос из-за окна ёпты мать тут выпить несколько а тут только пидоры летают муж уставший приходит домой с работы жене говорит слушай я заебался я спать значит будет хоккей разбудишь меня ясно к стенке и храпит жене хочется ебаться она будет он хочу уже хоккей она не ебаться хочу не нахуй будет хоть и разбудишь она ходит маяться были не знаю чем делали опять его будет учу хоккей же она не ебаться хочу быть сука нахуй еще раз будем пиздец хотя больше блед разбудила же жена выходит на балкон и кричит ёптовая мать есть ли в этом доме настоящие мужики голос верхнего этажа а чё бля пиво привезли две соседки коммунальной квартиры ругаются между собой одна другой спрашивает дорогушенька ты знаешь в чем разница между туалетной бумагой и шторами то ведь нет а бля так значит это ты в одной коммунальной квартире все время кто-то пачкал дверь в туалет говном после долгих совещаний дали пизды еврею профессору только он один после туалета мыл руки девушка зачем вы курите я пытаюсь убить в себе лошадь женщина приходит к врачу и говорит доктор у меня жопа лошадиная доктор что-то пишет она говорит доктор вы выписываете мне лекарства нет разрешение срать на улице доктор меня все игнорируют следующий два повара на кухне смотрят через раздаточное окно в зал один другого двадцать восьмариха он это ест постоянному клиенту подходит официант говорит что будете кушать тот говорит слушай меня всегда другой официант обслуживал года я знаю он проиграл мне вас в карты в дверь к мюллеру постучали мюллер открывает дверь на пороге стоит мужик шапки-ушанки на лыжах и говорит слоны идут на север мюллер слоны идут нахуй штирлист живет этажом выше новый русский приходит в ресторан официант иди сюда лягушачьи ножки есть он есть спрыгай на кухню принеси мне кофе новый русский приходит в ресторан год у вас еще не такой экзотическое да есть бит моллюски в отнеси тот приносит тарелку там моллюски лежат как есть вы делаете дырочку в скорлупе сосете понятно тут проковырял дырочку сосется нихуя он смотрит в эту дырочку там сидит такой моллюск в кепке и говорит блять ты не отвлекайся соси соси мужик купил на рынке ведро грецких орехов один расколол он пустой второе расколол пустой 3 расколол пустой бы все орехи переколол бы все пустые последний расколол там такой червяк в кепке это обидно два червя в лондоне вылезают из земли смотрят там скопление народу один спрашивает что здесь происходит 2 говорит по моему похороны принцессы дианы опять презентации говорил кстати отец принцессе диане не закончишь были давать кончишь свою жизнь под мостом с каким-нибудь для грязным арабом бас-гитарист приходит на репетицию с бутылкой водки в кармане музыканты говорит ты чё ебанулся ли ты пришел на репетицию с водкой нет на пьянку с гитарой солист забыл как-то слова песни первый куплет спел второй не помнит там музыканты играют он подходит к ритм-гитаристу говорит слушайте слова то как и нахуй я не знаю подходит барабанщику какие быть уже не сбивай меня с ритма подходит басисту горь помни слова 2 куплетом грида какие до соль группа собралась на концерт вышли на сцену смотрят нет бас-гитариста ну ну чё делать надо играть отделение первое отыграли сидят хуёво все прошло сидят они вот в гримерке курят пьют заходит бас-гитарист как блять ребята смотрел на вас из зала были хуёво блять вы играете два альпиниста лезут по крутому склону один срывается вторым и кричит вася ты там не ушибся то быть нет я еще лечу мужик сидит дома звонок в дверь он открывает на пороге такой зеленый мужик ульты кто вот я пиздец быть ну и что все милиционер звонит в дверь наркоманского притона открывает самый главный наркоман готова надо вот по соседей жалуются что у вас тряпками палеными пахнет смех слышал что тут делать тряпки жжем смеемся звонок в квартиру наркомана это васю можно вася умер кладут трубку через пять минут опять звонок васю можно мы отвечать вася умер опять кладут трубку через пять минут звонок вася можно блять молодой человек я же сказал вася умер я не пойму он чё замахом не пойдет до хоронит наркомана сидят гости плачущая мать встает один из его друзей и говорит ну короче горько ему хуяк сподотельник ты чё сука делаешь для парня в армию провожают это были горько похороны наркомана стоит гроб с телом рядом друзья соратники наркоманы сидят печальные мать причитает о и куда же тебя сейчас понесу там нет ни телевизор не друзей не денег ничего там нет один и что-то не понял о чем ко мне домой несут комната с ободранными обоями с покосившимися шкафами на диване лежит старушка на полу лежит наркоман с газеты с таблицей и проверяет лотерейные билеты баку ну чего чего там вы чё телевизор бля проиграли были парень накурился приходит домой на кухню пробирается открывает кастрюлю с борщом и начинаешь прямо из кастрюли хуящить мать неслышно заходит на кухню включает цветка это васенька ты хоть в тарелочку налил вы ксо укуренный я укуренный за жопой бежит были хуй жопа от него хуй за ней жопа от него он за ней жопа раз в лес забежала бы превратилась птичку сидит на дереве куй подходит к дереву и птица епта ты жопа не жопа головой кивает а ты точно не видел ну-ка что ты молчишь то скажи чё-нибудь лось с буду на просыпается хуёвым он идет кручу начинает пить в этот момент выбегает охотник прицелиться хуяк саму в одно яйцо тот стоит пьет хуяк с другой яйцо попал лось пьет и думает бля вот я все пью а мне все хуже и хуже на поляне пасется корова к ней подбегает заяц и горит корова она горит чуваки косой он говорит корова давайте в избу агаты и бим нет чего за этот раз раз попрыгал нихуя не достать без вот кирпичи валяется кирпичи построил один на один только пристроился корове корову якс отошла вправо он кирпички перекидал только пристроился корову хуякс влево проходит два часа корову поворачивает голове косой ты меня ебать то будешь спасибо я тут с кирпичами наебался в берлоге спят два медведя один просыпается никак не заснуть он будет второго слушай блин бабу бы только где нахуй зимой то найдешь вы думаешь мы сами как-нибудь когда ты все бы кто узнает блин этот берлогик тоже узнает ну давай сначала ты меня потом я тебе короче они дрючат друг друга в жопу вот момент заяц убегал от лисы провалился в берлогу смотрит ох ёпта мать медведи пидорасы выбежал и бегом по лесу медведи думают все пиздец всем растрепит и за ним бегут 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 заяц смотрит блять озеро замерзло и там полынья он в полынью хуякс блин медведи подбегают давай его ловить лапами туда достают а заяц уж все пригладил были завязала под подбородком они говорят это будет бобер заяц не видел обознались пидорасы попали как-то в яму осел заяц и лиса сидят уже неделю лиса говорит короче блять я придумала сейчас мы сожрем того у кого самые большие уши заяц ушки так под подбородочек завязал или пиздец ослику в лесу организовали пост гаи главным выбрали ли зайца заяц работает всех грабит на пропалую то есть идет совершенно достойно волк смотрит на такие чудеса у нее денег нет он приходит зайка возьми меня к себе помощником об этом хорошо давай пойдем посылу на пост проходит три-четыре дня быть у волка денег как не было так и нет приходит без заяц ты научил меня как блять работать только хорошо пойдем покажу идет корова корово сломит и поди сюда нахуй корова блять ты чё охуела что ли она говорит что такое чё тебя горит задний номер в говне были давай деньги нахуй оплатимы идет дальше на встречу лось метлой стоять иди сюда блять ты охуел бы что-то бы все это я охуел убил тебя рога выше нормативы дай бабки платье платят деньги и понял волк понял стоит на посту идет и шаг он гибель шаг стоять и нахуй охуел только чё это я охуел чё тебя задний номер в говне шаг хвостом теперь нормально только тебе нормально он будет так чё это у тебя уши бля выше норматива осел хуяк ушки опустил потеря нормально только нормально тут заяц из кусок выходят не волк нахуй себя гаишника не выйдет бы осел иди сюда ты охуел блять он чё это я охуел это легковой или грузовой вот легковой он по яйцам хуяк а чё тебя кардан как у грузового давай блин а хоть деньги были у волка забрали права в гаи он идет колесе и говорит леса бля помоги ты хитро что-нибудь придумали сад думал думала были негативы с гаи бляху ли ничего нельзя делать как медведю медведь может там грубой силы ты ты чё у меня у самого машина их сам нахуй боюсь к льву пошел лев говорит слушай не мешай я занят болеть решать сам свои проблемы но идет печально на встречу мы и шаг хочу такой печальный ну как бы были права отобрать вот ну и может я помогу помоги и шаг уходит бы приносит через пять минут права как были когда я захожу в гаи там все свои заяц купил себе машину едет по лесу рассекает видит волк заяца машину купил на покатай меня давай залезай тут залезает на переднее сидение они едут по лесу смотрят лисица веса горит нихуя заяц ты купил себе машина горит да но она говорит были дай посмотреть на лишь волк сидит были так загляни в салон окошко опускает лисица голову засовывает она кошка поднимает у неё башку прищемило заяц не торопясь выходит из машины ебёт лисицу в жопу более садится в машину открывает окно лисица падает они едут волк блять не на машину мне конечно никогда не накопить но дверь я бы все обязательно куплю е600 мерседес его тормозит гаишник окошко опускается засовывают туда ебало окошко закрывается из машины с другой двери выходит амбал ебет его в жопу застегивает штаны садится в машину открывается окно мент падает машина уезжает мент открывает глаза над ним стоит мальчик и смеется будет мальчик ну хули ты смеешься ты номер-то видел он быть не дяденька таких номеров даров цирки не вижу стоит на посту гаишник видит мимо него несется сотый ландкрузер он палочкой махнул машина остановилась он подходит к машине смотрит за рулем сидит бомж грязный вонючий пши по нему бегают отворачиваешь говорит блять документы то дает права техпаспорт гаишник смотрит ни хуяся это чё были твоя машина ой да а какие бабки то ее купил когда я не купил мне подарили новые русские это за что мы гуляли надо на пьянке одного из них насмешил он мне подарил это как-то его насмешил как он был лысый я ему на лысину насрал у него волосы выросли гаишник да ты что у меня тоже не растут они мне пожалуйста говно вопрос насрал гаишнику на лысину открывается заднее окно оттуда высовывается репа и глядь молодец на я тебе еще и квартиру подарил две бандитских группировки решили породниться и тогда главарь одной решил выдать свою дочь за сына главаря другой проходит две недели дочь приходит к отцу и говорит папа мой муж меня ебёт только в жопу только заболевать твоему мужу для чего хочет то и делать надо понимаешь папа раньше у меня очко было как блять рубль сейчас как 5 рублей отец говорит ну давай блять и за 4 рублей войну блять начнем баре стоят трое новых русских пьют водку к ним подходит старики дедушка подходит к одному и горит слышь ты урод я твою мать ебал тот ничего не отвечает дедушка уходит через 10 минут возвращается подходит ко второму или слышь ты это вы мать в жопу ебал боли опять тишина девушка садится на свое место еще через 10 минут подходит к третьему я твоей матери в рот давал все трое очень нервно папа нарезался иди домой а новый русский приходит чтобы купить подарок своему другану в антикварный магазин это вас есть что-нибудь такое ему говорят ну вот канделябры есть всякие разные вот не может картину есть у него говорит картина вот есть ухоенный барабан от страдивари только да ты что сколько стоит миллион долларов базара нет платит деньги приходит к другому год вот я барабан страдивари такая напряженная тишина один говорит коля по-моему тебя блин наебали страдивари блять он делал скрипки то такое да ты что блять берет этот барабан в охапку бегом в антикварный магазин хозяина вызывает ты что сука блять ты меня решил развести что ли блять ты чё это мне блять дал барабан хорошо страдивари всем известно что страдивари делал скрипки он горит короче так скрипки страдивари делал для для лохов от для реальных пацанов блять он делал барабан и аукцион сотби продается картина пикассо цена зашкаливает блять уже там за перешла уже за 10 миллионов долларов вдруг голоса зала 20 миллионов 20 миллионов раз 20 миллионов 2 20 миллионов 3 продано голос задних рядов ну чё блять открытку купили пойдем подарок покупать новый русский возвращается из соединенных штатов или пацаны бля вы будете смеяться но их не и доллары бля это точь-в-точь наши баксы мидрон отелью приходит бой и говорит слушай а чё такое тути-туту а в это где услышал а он говорит русские там два чая в 22 номер мы фиделю кастр снится сон 10 супружеских пар ебутся на стадионе были всю ночь он просыпается весь разбитый снова засыпает и опять ему снится сон на сей раз снится кубинский флаг который развивается и так и сяк опять просыпается весь весь бы невыгодетворены опять засыпает ему снится майкл джексон который кривляется и поёт он просыпается весь разбиты призывают к себе всех министров и горит ребята чем означает этот сон никто не знает вызывает в нижнюю палату, блядь. Тоже никто не знает. И тут старенький дедушка-дворник говорит, да хули тут думать. Этот сон, это шарада из трёх частей. Первая часть уёбывай, вторая скубы, а третий пидор. Группа нелегальных иммигрантов скубы пытается перебраться на маленьком утлом судёнушке в Соединённые Штаты. Одному дедушке по дороге становится плохо, он умирает и говорит, ребята, блядь, есть одна мечта. Хотел бы перед смертью поцеловать кубинский флаг. Ищут кубинский флаг, но нет, блядь. Одна девушка говорит, вы знаете, у меня татуировка на жопе, блядь, кубинский флаг. Говорит, давай. Она снимает трусы, он её поцеловал, и говорит, и последняя мечта. Хотел бы ещё чмокнуться с Фиделем. Повернись ко мне передом. Брежнев толкает речь на 24-м съезде партии. Вдруг что-то жужжащее садится ему на правое плечо. Он говорит, ты кто? Я Карлсон. Ага. А где твой друг Энгельсон? Брежнев приехал с визитом в Гамбург. Его встречает немецкая делегация. Он спускается с трапа, подходит к лумбе, берёт гор с земли, кладёт в карман, поднимается в самолёт, самолёт улетает. Гамбургская делегация присылает российскому правительству ноту протеста. Те говорят, извините, но в голову главы правительства была заложена программа «Лунохода-1». Сидят наркоманы у костра, курят коноплю, приходят менты, самый главный берёт эту траву, собирает у них, кидает её в костёр и говорит, «Ребята, как же вам не стыдно? Ведь траву курят кто? Наркоманы!» Начинает клубиться дым, он принюхивается. Говорит, писатели, поэты, артисты. Парень спрашивает своей подруге, «Ну нахуя ты решил стать стоматологом?» Она говорит, «Просто мне нравится, когда мужики смотрят на меня, выпучив глаза и открыв рот». Новый русский приходит к стоматологу, открывает рот, тот смотрит, у него все зубы бриллиантовые, золотые, платиновые, глаз не оторвать. Он говорит, «Чё надо-то?» Он говорит, «Сигнализацию поставить». Мужик приходит к стоматологу, его трясет мелкой дрожью, стоматолог к нему подходит и говорит, «Может, тебе пнуть рюмочку коньячка для смелости?» Он говорит, «Ага, ёбнул, 50 граммов». «Может, ещё 50 граммов?» Он говорит, «Наливает сразу 300 грамм, хуйну». Я говорю, «На, бля, кто смелый, подходите, бля». Урок в американской школе, учительница говорит, «Запишите, пожалуйста, условия задачи». Жил-был художник один, домик имел и холсты. Он полюбил одну актрису, и чтобы ей понравиться, продал холсты и дом, и на эти деньги купил миллион алых роз. Спрашивается, «За сколько художник вдул свой дом, если одна роза стоит полдоллара, а за холсты он выручил 200 тысяч долларов?» Старый работник сцены привел свою малолетнюю внучку на детский спектакль. Она прибегает к дедушке в антракте и говорит, «Дедушка, дедушка, я тут бежала за сценой и увидела, сидит на лавочке, чертик, и плачет». Он говорит, «Эх, внучка, да позавчера в этих же самых кулисах лебедь ебли». Театр, попал в катастрофу океанский лайнер, выбросил на необитаемый остров двоих, мужчину и Клаудио Шифер. Они живут два месяца, ебутся во всей щели, но мужику что-то вот не весело. Клавка говорит, «Ну что тебе хуёво-то?» Он говорит, «Блин, ну хуёво». Он говорит, «Может, чем помочь?» Он говорит, «Надень мою шапку». Она одевает шапку. «Тебе пальто моё одень?» Она одевает. Он говорит, «Мужик, блядь, ты не поверишь, я Клавку Шифер ебу». Мужик идет по пустыне, умирает уже, хочется пить, вдруг смотрит лампу. Он её потёр, там джинн. Он говорит, «Ех, ты что?» «На самом деле, все желания выполняешь?» Он говорит, «Да». «Хочу домой». «Пошли». Берёт его за руку, они идут. Он говорит, «Нет, я хочу быстрее домой». Он говорит, «Побежали». Только что вы прослужили очередную порцию анекдотов от Трахтенберга. Теперь пора и на боковую. Не забывайте пользоваться презервативами «Татлис». Не капли мимо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok